Всем привет! Blender 2.91 и хотелось бы именно попробовать ускорение и замедление движения персонажа. Так, буду делать наверное вот с этим персонажем, с разведчиком. Давайте сделаем первую позу. Зайдем в поз мод, единица, тройка на нампаде, тройка. Теперь выбираем тазовую кость, тройка на нампаде, g и как вот в примере поставим все это дело как бы вот в такую позу и g, чтоб ноги, ну как акцент был по центру, вот эта точка ноги, чтоб персонаж не падал. Так, теперь кости здесь настроены на изгиб, ротацию, можно вот так все это дело перекрутить, голову чуть-чуть вперед, займемся руками. Так, это g, это r, подводим руки вот сюда, вот так вот. Так, это есть. Семерка на нампаде, давайте теперь еще r или лучше g, ctrl z, r колени нужно перекрутить. Так, у меня тут на косточку настроен, забыл. Так, где-то. Так, ноги наверное поближе поставить, вот так. Теперь тройка на нампаде, наверное одну ногу отвести вперед, как бы одну назад, вот так. Теперь выбрать тазовую кость, тройка на нампаде и немножко r и немножко g, вот сюда, вот так. Теперь выбираем кисть, опять же r перекручиваем и g, вот как бы так подставляем, так. Вот эту руку чуть-чуть сюда, вот что-то в таком духе получается. Так, вот эту кисть немножко так, r выкручивать будем не ахти. Вот так как-то наверное. И немного g вперед. И вот так вот r. Теперь еще r вот так вот и g вот сюда где-то пониже поставить. вот так вот. Так, это рука нормальная, а это немножко капризничает. Надо уменьшить вот эту интенсивность. Вот так вот. И вот этой косточки тоже поменьше. Так, это кость у нас inverse kinematic. тоже наполовину стоит, но уменьшим ее тоже. И вот эту косточку тоже copy location. Так, ну в принципе что. Теперь нужно поработать с пальцами для первой позы. Выбираем фаланги вторые. Вот эти две. Вниз перекручиваем так и снизу закругляем. Ну в смысле заворачиваем их. Так, и вот эти тоже два пальца. вот эти два. Вот эти два. по откручиваем. так. вот эти два пальца надо развести. Так. так. вот так. вот что-то в таком духе, чтоб получилось. Ну а эту руку можно не трогать. Хотя давайте ее тоже поднастроим. И попробуем потом двумя руками все это дело сделать как задумано. загибаем первые два пальца. И загибаем вот эти два пальца. И разводим еще вот эти. вот что-то в таком духе. Так. Теперь. Так. Эту ногу, наверное, тройка на нампаде все-таки назад. Вот так. Ну одна чтоб тоже видна была. Так. Теперь. R. Еще больше вот так вот отводим. Во. И голову немножко вот так вот. Это как в мультфильме. Так. Теперь это вот сюда. Это вот сюда. Главное правильно первую позу вот эту. Выставить. Тогда будет все зашибись. Так. И вот эти. Колени. G. Чуть-чуть отведем. И чуть-чуть. Вот так вот. Пишем. Пишем. И. Локрот. Вот. Смотрим. Прописался у нас первый кадр. Так. У меня тут еще кадр какой-то. Делит. Делит. Кейфрейм. Вот этот кадр прописался. Мотаем. Мотаем таймлайн колесиком. Чтобы у нас был. Пятый. Десятый. Пятнадцатый. И так далее. Кадры. Переходим на пятый кадр. И нужно создать ему немножко движухи. Так. На пятом кадре. Так. Давайте наверное. Вот на первый кадр еще опустимся. И. Выберем вот тазовую кость. И руки. Вот это вот все дело. Тройка на нампаде. G. Еще немножко вот так вот. Как бы. Вперед. Во. А. И. Локрот. Теперь пятый кадр. Тоже выбираем тазовую кость. Руки. Вот так вот. Тройка на нампаде. И G. Как бы вот. Чуть-чуть вверх его поднимаем. Вот так вот. И оставляем. А. И. Локрот. Смотрим. Что получилось. Вот. Идет движение. Можно даже. Как еще сделать. Отдельно. Еще вот. Движение. Как бы. Руки. Еще выше поднимаются. Во. А. И. Локрот. Ну. Просто вот. Чтоб рукам тоже движение. Создать. А. И. Так. Десятый кадр. Так. Десятый кадр. Вот. Пятый. Удаляем. Делит. Кейфрейм. И. Десятый. 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 кадр. Нужно его. Немножко. И. Загнуть. Получается. Мы его. Выбираем. Вот так вот. Косточки. Выбираем. Руки. Десятый кадр. Тройка на нампаде. И делаем. Р. Тазовую кость теперь тоже как бы. Р. И руки вперед. Ди. Голову перекручиваем. Р. И. Куда он будет смотреть. Допустим. В эту сторону. Вот так вот. И. Вот эту руку тоже. Ди. Вперед. Вперед. И. Локрот. Вперед. Локрот. Во. Так. Это вот он поднялся. И вот здесь наверное еще. Все таки движение. Так. Вот эту руку чуть чуть сюда. выбираем руки и опять же чтобы ноги как-то поработали вот еще g приподнимем а и вот теперь он вроде как задвигался и на пятнадцатом кадре теперь нужно выпад сделать руки вот эту руку теперь на пятнадцатом кадре rg опускаем вот так вот как-то вот эту руку вот эту руку немножко так перекручиваем наверно так вот сверху вот так вот этот палец теперь тоже загибаем этот немножко выгибаем что-то в таком духе теперь выбираем вот эту руку вот эту руку и таз тройка на нампаде и делаем g вот так вот теперь выбираем только таз так вот эти руки выбираем и вот эту наверно так и теперь выкручиваем так это назад выбираем таз руку тройка на нампаде и вперед вот так аж так это немножко поменьше это немножко побольше голову выравниваем вот эту часть вот так вот подводим и выкручиваем локоть вот так вот так мы делаем мягкость вот этой кисти вот так вот и g поднимаем ее вот сюда р локоть вот так выравниваем так единица нампаде g вроде все нормально и пишем 15 а и локрот так смотрим что получилось и на двадцатом тоже делаем выпад на двадцатом делаем выпад так это значит тройка на тройка на нампаде и g делаем вот так вот при этом дальнюю руку вот эту уводим назад вот так р еще побольше вот так это и все это дело через shift еще немножко делаем так не тупость выбрал делаем посадку чуть-чуть так раз и как бы вперед и и можно так вот эту ключицу вот с этой рукой подкорректировать так это значит не то выбрал вот эту ключицу вот эту ключицу вперед прямо так а и вот эту руку кисть g там как будто в натяжку и голову теперь раз и в сторону пока занятой руки и даже можно наверно еще побольше это дело все так и теперь выбираем вот эту делаем g вот такая штука получается а и локрот смотрим теперь чем получилось оп а здесь можно какую-нибудь букашку или козявку поставить так ставим и тут замедление идет и рука как бы так здесь уже так здесь как будет нужно р чуть-чуть теперь вот так чуть-чуть повернуть голову и как бы наверное а ну-ка g поддать как бы это все вот так назад еще и локрот ставим 25 кадров и смотрим и вот теперь нужно отрегулировать эту скорость чтобы резче было или замедлен если мы сейчас так перемотаем вот таким вот образом и смотрим в начале должно быть как бы больше кадров и замедление а потом идет вот тут на пятнадцатом кадре подъем и до двадцатого вот этот выпад значит не надо не до двадцатого а переносим его ну допустим на семнадцатый кадр так тогда двадцать пятый переносим на двадцатый смотрим что получится ставим 20 кадров вот теперь быстрее это дело показывать но вначале нужно еще как бы замедлить получается нам так я вот это все пока сохраню save as получается впереди нам нужно сделать замедление так это значит это значит еще вот этот пятый кадр мы переносим вот уже нормально так это получается если сейчас мы десятый кадр вот десятый это подъем идет потом после подъема замедления и ускорения так g еще раз перетащим допустим на двадцать четверки все вот эти ставим двадцать четыре кадра здесь вот уже идет замедление в верхней точке вот он когда поднимается выпрямляется медленно так смотрит и потом хлоп а это козь взяла вот такой вариант так если сейчас прописать допустим вот этот четвертый кадр тогда четвертый кадр а и а и а и локрот так получается здесь должно вот идет замедление так теперь шестнадцатый кадр пишем шестнадцатый и локрот и шестнадцатый кадр выделяем щелчком левой кнопкой мыши и g перетащим на тринадцатый смотрим что получилось вот видите что идет вот в этой точке теперь как дублирование остановка да вот раз вот здесь пошла между тринадцатым и девятнадцатым идет задержка и и потом раз резкая вот это дело опускание так что еще тут если сейчас передвинуть девятнадцатый кадр g на пятнадцатый то получаем медленно вот плавно и так плавно он начинает показывать а если передвинуть девятнадцатый на тридцатый допустим кадр ставим 30 кадров еще так плавно медленно показывает и увидите что вот вопрос задают почему ты прописываешь каждый кадр чтобы все это дело было плавно вот этих чтоб рывков не было вот здесь при рендере будет вот такой просто скачок если сейчас взять так я и этот вариант сохраню если сейчас прописать все кадры вот эти вот пишем а и так локрот получается дальше и локрот и где-то наверное вот шестой можно пропустить допустим седьмой восьмой пишем движение так теперь если пропишем все кадры так вот здесь вот локрот единство что можно меньше кадров делать это резкое движение будет так теперь G перетащить вот этот кадр сюда и 30 перетащить на 20 ставим опять 20 кадров и вот здесь тоже можно и так локрот все прописать вот это все кадры и смотрим теперь насколько мягче он стал опускаться так вот у меня то ли задним фоном что-то были троит или все-таки это настройка рендера надо как-то будет полазить так вот здесь вот рендер 64 веро порт дисплей это виппорт поставить динозим по уже вроде как получше тут на полазить вот эти все ambient occlusion поставить так но это здесь уже полазью посмотрю свет как настройки рендер при рендере качество denoising color in radius условно тут все смотреть на так теперь что можно сделать если сейчас вот с этой точки взять 15 кадров и допустим g перетянуть их до 30 делаем 30 кадров энта и снова что получается вот это все джи растянем и сделаем амплитуду вот эту часть здесь побольше кадров на начале конца вот этот разделим то получается вот медленно он показывает и сейчас если мы продлим анимацию допустим до 50 кадров чтобы была вот эта остановка вот в этом месте а он показывает и останавливается как бы можно еще прописать вот этот кадр конечный 50 допустим и блок рот если сейчас еще вот эти кадры так развести допустим 30 g на 40 35 и 30 а здесь оставим два кадра вот эти кадра вот видите еще насколько медленно он стал показывать вот типа тут вот так если мы сейчас 20 g отведем поближе к 15 ну на 15 а этот на 20 и подвинем значит к 30 подвинем вот эти вот два кадра смотрим что получится вот это уже конкретно зато вот здесь вот вот так вот смотри так если пропишем теперь вот этот кадр джи подведем ближе к 50 вот как она становится g на 35 вот так вот ну а если мы их опять же все соберем вот так вот в кучу поставим вот сюда на 20 и с сгруппируем их вот так поближе смотрим что получилось во почему потому что у нас вот этот 15 стоит близко к тем кадрам вот теперь он будет порезче вот так вот джи так так если мы эти кадры джи подведем поближе к этим кадрам и вот это вот Эти кадры тоже сгруппируем. Получается. О, вот теперь вообще резко. Чем ближе к первым кадрам, тут уже скорость увеличивается. Так, какой у нас тут кадр? Вот 10. Если сейчас мы от 10 вот эти три кадра удалим. Delete keyframe. А вот эти кадры G подведем поближе. Вот так вот. Смотрим, что получилось. О, резкость еще лучше. Четко вот. Раз. Вот такая штука. А если вот эти кадры первые, так, на первых, вот у нас здесь будет теперь задержка, вот на восьмом кадре. И вот это дело мы G уведем на 15 кадр. Вот еще одна задержка получилась вверху. Верхняя точка. Так, здесь что у нас с пятым? Так, а если мы вначале поставим побольше задержку, вот два пролива будет тут. Ну, что так прикольно. Так, все это сделано. Также можно сделать это двумя руками. Использовать движение ног, допустим, поворот корпуса. Движение ключиц. Вот, допустим, когда он вот так стоит, то можно ключицы, так, семерка на нампаде, R, увести, как бы, их назад полностью. Вот так аж. И вот уже персонаж лучше так выглядит. Если их еще немножко приподнять, то будет еще другой вариант. Вот он. Так, если увести тройка на нампаде ногу G одну вперед, одну, допустим, назад, и поменять, как бы, первоначально вот эту позу, вот так вот. И показывать, допустим, не вниз, а вверх. И тогда он идет с амплитудой. Сейчас я вам покажу. Вот пропишем вот этот кадр. А и лок-рот тройка на нампаде. Выбираем теперь две руки вот эти. И делаем их, как бы, выпад вот так вот кверху. Выбираем теперь таз. Тройка на нампаде R G и чуть-чуть, как бы, выпрямляемся вот так вот. G руки чуть-чуть вытягиваем. И здесь уже так, пардонте, я не переключился на пятый кадр. Вот забывай, у меня это болезнь такая. Итак, G руки выводим вперед. Вот так вот вверх. Голову Ctrl-Z R поднимаем вперед. Выбираем теперь таз. Выбираем теперь руки. и делаем G, как бы, вот так, и выпрямляем, вот так вот как-то. А, и лакрот. И вот получается вот у нас резкость какая. И вот такая, если сейчас впишем G вот в эти первые кадры, так давайте вот эти пока delete keyframe удалим, и получается вот такая у нас штука. Почему так получается? Потому что у нас еще прописан пятидесятый кадр, который указывает на низ. Если сейчас мы его удалим, и поставим, допустим, разведем все это дело, значит G, это будет Десятый кадр вот этот. Этот один кадр удалим. И на пятом, вот тут правильно идет, видите, подъем, движение. Вот так. Только здесь можно еще вот эту, так, тройку, вот эту ногу. R и как бы G уже он приподнимает. А, и лакрот. Вот. И получается так, так, десятый мы уводим на пятнадцатый. А здесь получается G вот так, R вот так, а и лакрот. и пятнадцатый перепишем тогда. Это значит Delete Keyframe. Выбираем тазовую кость, вот эту. и выбираем руки. И выбираем руки. Тройка на нампаде G. Вот так вот. Снимаем теперь выделение с тазовой кости через Shift. И делаем G. Руки как бы вот так. Во. Теперь R голову поднимаем кверху. Ну и можно даже чуть-чуть, наверное, таз покрутить. Так, теперь руки чуть-чуть назад. G, вот так вот. Ну и ключицы, наверное, можно семерка на нампаде прям выкрутить вперед. И рука длиннее станет. И вроде как живее так будет это дело. Так, теперь нужно ноги чуть-чуть пооткорректировать. вот так вот. Ну и опустить вот эту вот ступню. Вот так что-то получается. И блок вот. Вот. Теперь, если мы 15-й кадр G перетянем поближе к 10-му и поставим, допустим, задержку на до 25-го кадра, вот так вот получается. Вац! Вац! Резкость. Вот так вот. мы отведем вот этот кадр 12-ый G подальше, то он будет мягко все это дело потихоньку делать. О! Если пропишем сейчас еще все вот эти кадры и локрот, тут и локрот, и он будет вообще мягко двигаться. Отключаем кости, смотрим. Вот видите, персонаж уже мягко работает. Ну а тут уже фантазия движения таза можно менять, выкручивать там бок вправо. Одну руку можно увести, допустим, как ее. Вот чуть-чуть пониже поставить, как-то вот так развернуть ее. А эту можно как бы больше в космос отправить. Вот так вот. И будет уже получше. А если еще развернуть таз, допустим, выбрать таз, руки, и его можно допустим еще как-то вот так вот перекрутить. Вот так. Теперь как-то вот так вот и G вперед. вот он теперь будет смотреть на какую-то точку. И lock rot. И получается 25 удаляем. Так, тут у нас какой? вот 10-ый. Вот эти удаляем тоже. А вот это что вы писали. Так, это он, не он. Ctrl-Z. ctrl-z. Ну да, вот по-моему вот этот. Значит, эти удаляем. А этот подтягиваем чуть-чуть поближе на 15-ый кадр. смотрим. Вот уже по-другому все это дело делается. И так вот еще одна такая проба по анимации. Замедление, ускорение. Такая штукенция. Продолжение следует...